Если вы смотрите этот ролик из России, спасибо вам огромное! Пока вы продолжаете находить способы зайти на YouTube и посмотреть видео, блогеры типа меня, среднего и маленького размера, могут выживать. Не питайте иллюзий, что они перейдут на какие-нибудь ВК-видео или любые другие платформы. Нет, они просто перестанут существовать. Поэтому спасибо, что вы с нами, я и другие такие блогеры живы исключительно благодаря вам. Товарищи, я мог начать этот ролик миллионом разных способов, но из них всех я выбрал легендарное вступление американской блогерши Блэйри Уайт. То, что я толстая, не обесценивает слова, которые я говорю. Она умерла. Вы готовы стать суперразмерными? Она тоже умерла. Сегодня у меня огромные фруктовые кольца. Он мертв. Присоединяйся к моему фэт-позитивному радио-шоу, которое не продлилось долго, потому что она умерла. Да, друзья, сегодня нас ждет очень интересный разговор. Здрасте, вы на канале Сейна. Сегодня про бодипозитив. Но с какой стороны не посмотришь мы толще, чем нам хотелось бы. Это вредно для здоровья. Мы объявили войну собственному телу. Войну против самих себя. Огромное спасибо всем, кто подмечает визуал в моих роликах. Мне правда очень интересна сфера создания визуала. И я стараюсь, чтобы все мои продукты, будь то Инстаграм, Телеграм, бренд Секты Сейны, и, конечно же, Ютуб ролики, они были именно что красивыми. К сожалению, это не приносит моментального результата в виде лайков или просмотров, но при этом создает репутацию в долгосрочной перспективе. И сейчас у меня периодически заказывают дизайны или оформления. Вот, например, недавно я сделал эту обложку для рэпера Пиэма. Как вам? Если вам тоже интересна работа с визуалом, но еще нет опыта в профессии, то есть отличный вариант попробовать. Школа дизайна Юдаев Скул открывает бесплатный доступ к курсу по дизайну с личным наставником, где за пять дней вы узнаете основы дизайна и сделаете себе портфолио с четырех работ с живой поддержкой и разбором каждого вопроса. Еще раз, бесплатный доступ. Вы с нуля освоите программу Фигма, разберетесь с контентом, научитесь создавать анимации интерфейса и разберетесь с композицией. Ну и, конечно, сможете брать свои первые заказы. Многие студенты начинают работать уже во время обучения. Кстати, зарплата начинающих специалистов стартует от 80 тысяч рублей. Трудно придумать лучший способ ознакомления с профессией, чем курс, в который включено максимум практики, кураторы, поддержка и все инструменты и кейсы по заработку на этой самой профессии, которую вы сможете использовать и как дополнительный источник дохода, и как основной вид деятельности в дальнейшем. При этом все пошагово, с поддержкой, без стресса, и вы можете проходить обучение в любое удобное для вас время. В Юдаев Скул обучили уже более 7 тысяч студентов, и 90% из них положительно отзываются о своем опыте со школой. Только посмотрите на работы, которые сделали студенты во время бесплатного курса. По-моему, выглядит очень круто. Не упустите эту возможность, места на бесплатное обучение ограничены, так что переходите по ссылке в описании и забирайте доступ ко всей базе знаний, необходимой для стартов профессии, с личной поддержкой куратора за 0 рублей. Возвращаемся. Я в последнее время смотрю больше американского ютуба, чем русского, и на моем канале довольно неплохо заходит рубрика разбора местной шизы. Собственно, ролик про Тейлор Свифт был как раз такой. Отличные просмотры, отличный отклик аудитории. Если у вас есть еще какие-нибудь примеры шизы, про которые вы хотели бы узнать подробнее от меня, то не стесняйтесь писать в комменты. Но, собственно, этот видос будет включать в себя много чего, но начнем мы именно с пика шизы. Просто напоминание, что я очень толстая и очень сексуальная, и я на 100% прославляю ожирение. И сразу стоит сделать оговорочку, что обсуждать мы будем чаще не просто бодипозитив в общем, а конкретно движение Fat Acceptance. Несмотря на то, что многие сегодняшние спикеры и в основном спикерки причисляют себя к бодипозитиву в общем, гораздо больше они относятся именно к Fat Acceptance. И тут уже в названии такая чуть-чуть шиза, потому что это принятие толстости. Стоит сделать оговорку, что они сами называют себя Fats. Это на русский переводится буквально как толстый. Но в их глазах это, видимо, звучит не настолько оскорбительно. Не знаю, как вот эту разницу в языке показать. Как та, кто была толстой в детстве и всегда была самым толстым ребенком в комнате. И это так странно, что сейчас в соцсетях я могу просто любить свое тело таким, какое оно есть, и знаете... И типа, есть ту клевую еду, которую я люблю. Все еще являясь здоровой и занимаясь спортом. Но не волнуюсь о том, как я выгляжу. Потому что в конце концов это ведь не то, что реально важно, не так ли? Ну да, вот эти вот речи толкаются в стране, в которой многие потеряли возможность ходить. Буквально из-за своего веса. И в итоге ездят по супермаркету на вот такой вот замечательной машинке. А после этого они слезают с этой машинки, садятся в свою большую машинку, едут домой и там в основном сидят. И на какие-нибудь расстояния дальше, чем до кухни, хотя и эта роскошь не всем доступная, перемещаются не на своих ногах. На англоязычном ютубе существует целый жанр разборов и реакций на подобные высказывания представительниц движения Fat Acceptance, но в огромном количестве случаев даже комментировать нечего. Знаете что? Иметь лишний вес – это одна из умнейших штук, которую вы можете сделать. Просто представьте зомби-апокалипсис. Когда не осталось никакой еды. А у всех людей с лишним весом уже есть запас еды в их животе. Так что они бы прожили дольше, чем люди, у которых нет лишнего веса. У многих из этих девушек прям очень сквозит вот эта вот классическая американская крайне левая риторика, вот то, что называется здесь «wokeness». Использовать слово «стройный» в названиях продуктов, которые содержат меньше калорий или просто полезнее – это фэтфобия. Стройный попкорн, вафле «стройная корова» с измерительной лентой на талии. И вы можете изменить логотип, но это все еще фэтфобия. Соус «стройная девчонка» – ужасно. Просто ужасно. Чтобы сделать что-то с меньшим количеством калорий и сахара, вы говорите «будьте стройнее». Серьезно? Надеюсь, теперь вы видите, как люди используют фэтфобию как маркетинговый инструмент. И вот, например, видео в ТикТоке – одно из таких освобожденных. Ну вот тоже я, конечно, не врач, но просто я видел и себя, и других людей, у которых после приема пищи увеличивается живот. Но вот у меня и у других людей, которых я видел, как они едят какие-то адекватные порции пищи, настолько живот не увеличивается. То есть нет ли такого, что, ну, чуть-чуть, чуть-чуть есть вот такая догадочка, что она слишком много съела? Ну, чисто предположение. Но это все, конечно же, предрассудки. Все делают свои выборы и живут своими выборами. Быть толстым – это абсолютно нормально. Только вот проблема в том, что на них не застегиваются ремни в самолетах и автомобилях, и для этого нужны удлинители. И часто вот представители Fat Acceptance и Fat Liberation жалуются на то, что либо удлинители некачественные, кому-то не хватает длины удлинителя, а кто-то выступает за то, чтобы в каждом такси Uber был удлинитель ремня. Потому что тот, что они принесли с собой, также почему-то не подходит. И получается, что платить за их удлинители ремней должны вы в каждой своей поездке. Но с удлинителями проблемы с самолетами не заканчиваются, потому что также они с трудом помещаются или вообще не помещаются на обычное кресло в самолете. Вспомните эконом-класс, да? Так вот, в Америке уже есть авиакомпании, которые, если у вас настолько много избыточного веса, что вы реально прям объективно не влезаете на одно место, вам могут выделить второе. И абсолютно резонное замечание, что за пару лишних килограмм багажа вы доплатите несколько сотен долларов, а вот за десятки лишних килограмм тела вы не доплатите нисколько. Но этого недостаточно для полного освобождения плюс сайз путешественников. Как вам такое заявление? Мы заслуживаем среду, которая уважает наши нужды и разнообразие телосложений. Вот какие именно шаги нужно сделать отелям, чтобы стать инклюзивными для размерных людей и доступными для путешественников любых размеров. Номер один в списке. Предоставьте широкие стулья без подлокотников в гостевых комнатах, лобби и номерах, чтобы заселить людей любых размеров и комплекций. Номер два в списке. Убедитесь, что кровать крепкая и удерживает большой вес. А еще переоборудуйте стулья и сделайте шире в ванные комнаты. Номер три. Сделайте лифты, коридоры и другие средства перемещения просторнее, чтобы большие люди смогли передвигаться легче. Да, она буквально сказала, что нужно сделать лифты и коридоры просторнее. И это она еще в Америке. Я вкину здесь щепотку контекста, который вряд ли понимает кто-то, кто здесь не был, что в среднем в Америке вообще все больше. И машины, и супермаркеты, и т.д. То есть вот такого количества исторической застройки, где все супер узенькое и маленькое, как в Европе, в Америке не так много. И в среднем все больше. Но такое, как в Европе, тоже есть. И я был здесь в нескольких отелях в самых разных штатах, которые сохранили в себе, вот я в России такого никогда не видел, например, лифты типа 80-летней давности. То есть они прям ретро-ретро, как из каких-то черно-белых фильмов. И то же самое с самими отелями, коридорами, лестницами. Опять же, это далеко не везде в Америке есть, но кое-где встречается. Это буквально исторические здания. И по мнению Плюса из путешественников, все это нужно снести к херам, потому что они туда не пролезают. Говоря откровенно, существует огромное количество фэт-фобов, даже в квир-комьюнити. Я была голгоутенцовщицей на вечеринке в честь Прайда. И количество денег, которое заработала я, и количество денег, которое заработали худые люди, не было одинаковым. Иногда людям даже некомфортно сувать мне деньги в нижнее белье. И порой людям реально неловко, типа, стоит ли мне тебя трогать? И я вижу, как они трогают других людей. Так что это просто небольшое напоминание, что людям все еще стоит поработать над своей фэт-фобией. Особенно представители движения Fat Acceptance не любят врачей, потому что каждый раз они приходят ко врачу вообще, мол, с любой болячкой, и он каждый раз говорит им, что им надо сбросить вес. И тоже, эта часть, где я рассказываю про Шизу и не пытаюсь быть лояльным, это вот чуть позже, но в общем можно понять. Да, у людей без этого есть страх идти ко врачам. Но находятся врачи, которые не просто теперь готовы не говорить им об этом, а которые даже не будут писать их вес в медицинской карте, чтобы не травмировать. Если я не хочу вставать на весы на приеме у доктора, я говорю. Я не хочу взвешиваться сегодня. Если я не хочу говорить о своей полноте на приеме у доктора, я говорю. Я здесь не чтобы говорить о моем весе, я здесь, чтобы поговорить, а дальше говорить ему о своей проблеме. И вот я что-то упомянул, крайне левые взгляды и повесточку, но что-то не хватает, да? Что-то вот каких-то вот ключевых ингредиентов не доставало. Нелюбовь к толстым уходит корнями в нелюбовь к черным. И причина, по которой люди стремятся быть худыми, лежит в стремлении быть ближе к белым. И причина, по которой люди ненавидят толстых людей, это их ненависть к черным людям. И визуальная пышность и объемность ассоциируются у них с черными людьми, особенно с черными женщинами. И поэтому их дискриминируют в работе, сильно сексуализируют, и это продолжается уже много и много веков. Все системы угнетения, капитализм, сексизм, расизм, все это сводится к идее превосходства белой расы, которая является основой устройства Америки и управляет каждым сектором и аспектом нашего общества. Все, теперь все нормально, теперь все на месте. Сексизм, расизм, гомофобия и фэтфобия. Все, оно все в одной корзине. Поздравляю, вы защищены повесткой. Теперь вы неуязвимы. Из этой же логики само слово obesity, то есть ожирение, хотят признать оскорбительным и запретить. Чувствуете вся классика? Вот реально, очень часто я в комментах читаю, когда я что угодно рассказываю про Америку, что я в том числе говорю повесточкой, и как будто тоже в русскоязычном интернете, но я типа догадываюсь, кого там смотрят и читают эти люди, что у них такое мнение, но часто любят называть повесточкой все, что не вписывается просто в ваше мировоззрение, и вы все скидываете в одну кучу, что, мол, все, кто не правы, просто промыты. Но в данном случае, по-моему, это прям анекдотичный пример, потому что мало того, что все получены абсолютные привилегии за счет того, что они самая угнетенная группа, так эти привилегии, они не должны достаться всем, поэтому есть фэтспектром, то есть спектрум толстости, на котором ты можешь определить, сколько привилегий ты заслуживаешь, то есть худые люди, ну или обычные люди, как мы непросвещенно их называем, они записаны в категорию non-fat, то есть не толстые вообще к делу не относятся, никому не интересно их обсуждать, ноль привилегий, лошара. Но вот дальше, чем толще ты становишься, тем большего уважения, всепрощения, снисходительного отношения, выгод, бенефитов и всего остального ты заслуживаешь, поэтому если ты там весишь, ну типа 100 килограмм, то ты, конечно, можешь приоткрыть свой рот, но главное не слишком много, вот когда будешь весить 200, тогда мы с тобой поговорим про Fat Liberation. Стой, не перематывай, я хочу пригласить тебя и дать тебе скидку на свой самый любимый ивент в Москве. Это, конечно же, фестиваль Мостик. В этот раз он пройдет в офигенной новой площадке Кэмп Москву на Воробьевых горах, вы не представляете, как мне больно, что я не смогу на него попасть, но 21 и 22 сентября в эти выходные в мире нет лучше места, чтобы вот там оказаться, чем Мостик, гарантирую. Если кто не знает, это фестиваль стикер культуры, у них проходят стикер батлы, стикер обмены, также диджей сеты, мастер-классы, лекции по стрит-арту, граффити и другим смежным сферам, но если вы не связаны конкретно со стикер-артом и граффити, а просто связаны вообще с любым творчеством, вы обязательно должны там побывать. Там мега дружелюбная комьюнити, и сама его идея этого фестиваля и вот стикер культуры как таковой подразумевает включение вообще всех в самом разном виде. Так что если хотите навдохновляться, завести новые знакомства, просто клево провести выходные, то обязательно гоните на Мостик. Чтобы вы понимали, мне в закрытый чат мои вот подписчики самые элитные каждый раз скидывают отчеты с Мостика, потому что обязательно кто-то туда пошел, и я им конечно же жестко завидую. И по промокоду SEIN вы получите 16% скидки на билеты, но учтите, что на этот промокод только 150 активаций, так что если хотите купить, покупайте скорее, потому что возможно не успеете. Но все, идите на мой любимый ивент, на который я не попаду, возвращаемся к ролику. И я думаю вы прекрасно помните момент, когда это стало модным, когда в разных модных журналах начали появляться плюс-сайз модели, там самая знаменитая Тесс Холидей, которая тоже давала интервью и говорила, что культура диет убивает и развращает. Я ни в коем случае не позволяю себе говорить слово диета при детях. У меня в доме запрещено говорить такие слова, и также запрещено говорить слово healthy, то есть здоровый, здоровое питание, в целом здоровье и все такое. Это плохие слова. И тогда же произошла история другой фотоэксептанс иконы Джейми Лопес. И я следующую историю постараюсь рассказать вот не саркастично, попытаюсь нейтральным тоном. Но она пришла в салон маникюра, чтобы сделать себе ногти. Она сломала стул, после чего ей сказали не ходить в этот салон, и она торжественно открыла свой салон. Во время этого открытия она не могла стоять на своих двух ногах. И почему я пытаюсь рассказать эту историю без какого-то вот комедийного подтекста, потому что она, в отличие от многих других представительниц этого движения, не отрицала вреда для здоровья, очень серьезно худела, сбросила, по ее словам, 400 фунтов, это почти 180 килограмм. А, нет, это больше 180 килограмм. И она, опять же, она столько не весила, она столько сбросила, и после чего умерла. От этого смех, разве что вот нервный появляется, потому что, ну это же откровенно, пиздец. И вот в этом моменте мы заканчиваем блок с просто шизой, над которой мы такие ха-ха-хи-хи-хи-хи. И от радикальных представителей и представительниц хуй пойми чего в интернете переходим к реальной жизни. И вот вам цитаты из Forbes. С 1990 по 2022 год глобальные показатели ожирения среди взрослых женщин удвоились, среди взрослых мужчин утроились, а среди детей заболевание стало встречаться чаще в 4 раза. Сейчас 42% взрослого населения США страдают той или иной формой ожирения, и это только 19-е место в мировом рейтинге. Россия в этом рейтинге гораздо дальше, аж на 90-м месте, но процент людей с ожирением 24,7, то есть четверть страны. И это реально бич современности. А также хороший момент задуматься, откуда взялся весь этот бодипозитив. Да, если вы весь этот ролик сидели и думали ха-ха-ха, жирдяи не могут перестать есть Макдональдс, то сейчас самое время задуматься. Да, абсолютная правда, что невозможно набрать вес в 300 килограмм по независимым от тебя причинам, типа там, генов, какого-нибудь еще вот типа инвайрмента, как тут говорят, что, мол, рядом с тобой нету никаких там нормальных супермаркетов с продуктами, но зато вот рядом с тобой фастфуд есть. Это здесь называют food desert, то есть пищевая пустыня, когда ты, мол, имеешь доступ только к вредной еде. Но все равно ты видел на весах 100 килограмм, 150 килограмм, 200 килограмм, это все происходило не за один день и не за один месяц и не за один год, и это значит, что ты годы этому поддавался, нажирал и из нереально ужасающего состояния переходил в еще более нереально ужасающее состояние, для которого у меня уже слов не хватает. И также вы можете найти всяких припизнутых, которые говорят, что невозможно там с помощью дефицита калорий и занятий спортом сбросить вес, но это микроскопическое меньшинство. Большинство прекрасно понимает, что вот дефицит калорий и тренировки помогают сбросить вес, и все они могут сбросить вес, и более того, критическое большинство из них пыталось и даже сбрасывало, но при том тоже для людей без лишнего веса они сбрасывали невероятное количество килограмм. Возможно, многие из них сбросили ваш целый вес, но беда в том, что потом он возвращается. То есть эффективность диет, это очень популярная статистика, в районе 80% неуспеха, и это в течение года. То есть, да, разово они сбросили, но в течение года вернулись к тем же показателям, потому что мы говорим о зависимости. Если вам интересно углубиться в эту тему, рекомендую канал блогера Evolution Yeti, который очень глубоко в это закопался и сделал видоса 4, наверное, с подробным разбором разных исследований на эту тему. Но если коротко, мозг человека с ожирением гораздо больше похож на мозг зависимого человека, например, от алкоголя или от наркотиков, чем на мозг человека без каких-либо зависимостей. То есть, это именно поведение, которое не связано с обычной вот нашей с вами адекватностью, которые там набрали пару килограмм и им действительно нужно там поменьше хавать чипсов и идти в зал. И смотреть на людей с ожирением стоит примерно так же, как на вашего дядю алкоголика, друга наркомана, кого-то, кого вы знаете, кто курит. Я вот, например, курю, прям пока снимаю этот ролик. И любой, что алкоголик, что никотинозависимый расскажет вам миллион аргументов, почему он до сих пор курит. Кто-то, кстати, боится набрать вес. У кого-то там какой-нибудь стресс, праздники, ну, короче, дофига всего. И вы, я думаю, если хоть раз с этим сталкивались, вы в курсе, что они прекрасно знают про то, как вредно для здоровья херачить водку по несколько дней подряд. Как вредно выкуривать полторы пачки красного мальбора в день. То есть дело не в осведомленности. Все все прекрасно знают, ровно как и люди с ожирением знают, как теряются калории. Справедливости ради, когда они начинают рассуждать про диеты, очень сквозит то, что о правильном питании они действительно знают очень мало, но тут мы говорим в первую очередь про глобальное изменение отношения к жизни. То есть тоже, почему они не занимаются никакой физической активностью и жрут какую-то херь? Потому что, скорее всего, их с детства травили. И вот, несмотря на все вышесказанное, в России бодипозитив очень нужен. Я считаю, нужен вообще в каждой стране, но в России прям супер особенно из-за того, насколько жестокое у нас общество. То есть, вот реально, напишите мне в комментах, может там современное поколение как-то по-другому это воспринимает и делает, но я шесть школ сменил, и в каждой из них самый толстый ребенок был всегда самый затравленный. А вот он-то в своей толстости точно был никак не виноват. Это вот какие-то пищевые традиции у него дома, вот здесь опять же его гены, поведение, его родители и так далее. Но при этом среда, в которую он после этого попадал, его гнобило и делало все более безвольным. А потом эти люди попадают в интернет и тоже не стоит питать иллюзией, что англоязычный интернет он какой-то очень добрый, но ставлю хату русский жестче. И то есть, мало того, что сама по себе травля людей ни к чему хорошему привести не может, а еще если я вот тоже ссылаюсь на видео Йети, это вообще, блядь, разрыв мозга какой-то, про то, какие бывают еще причины ожирения, кроме очевидных. Ну и опять же, когда я говорю причины ожирения, имеется в виду, что люди более склонны набирать вес. То есть, да, они все равно сами едят и окажись они на необитаемом острове, они бы все это не набрали, но просто кому-то легче, кому-то сложнее. И вот вам будет гораздо легче набирать вес и гораздо сложнее его сбрасывать. Действительно, в том числе из-за генов, но в том числе из-за некоторых вирусов, то есть, вы можете заразиться какой-то херней, и да, некоторые из этих вирусов будут вызывать у вас повышенный набор веса. То же самое относится к различным гормональным препаратам, и тоже, особенно девушки принимают их много и разных. А если у вас еще при этом изнурительная работа, перед этим изнурительная учеба одновременно с работой, а после этого у кого-то еще изнурительная работа, еще изнуряющие дети, вот в это все нужно еще запихнуть полное изменение лайфстайла, что, как вы понимаете, безумно стрессово, сложно и требует очень много времени и сил, а мотивация для всего этого у человека из логики многих комментаторов должна появиться из того, что его буллят. Вообще охуенно. И это не говоря еще про позитив в обычном смысле, который говорит о принятии вещей, которые люди вообще не могут изменить и с которыми, ну, они просто там многие родились, там будь то любые виды инвалидности, какие-то шрамы и многое-многое другое, что просто является вот частью вот нормального обычного человеческого тела, просто так получилось, но при этом не является частью вот этого образа красоты охуительной модели с обложки, которую отфотошопили, сама она сидит на чем-то запрещенном и жрет там один кусок помидора в день. Так что, друзья, не будьте жестокими, потому что, если мы представим вот человека, который собрал все возможные зависимости, во-первых, возможно, это будет похоже на вашего кента, но вот у него зависимость от еды, он из-за этого необъятного размера и становится хуже, он при этом курит, скорее всего, вейд, целыми днями либо сидит в интернете, либо играет в видеоигры, либо и то, и другое с небольшими перерывами, и при этом всем еще шабит или бухает, или тоже вместе и то, и другое. И все это инструменты эскапизма, способы убежать от жестокой реальности, и поэтому, товарищи, не будьте жестокими, мир и так за вас достаточно жесток. И теперь переносимся из графа жестокая реальность в графу жестокая реальность догоняет Fat Acceptance. Вот я упоминал вам тренд про то, что всякие модные бренды, в том числе Victoria's Secret, начали брать себе мега огромадных моделей, в том числе самую знаменитую Tess Holiday, так вот теперь Tess Holiday записывает видосы про то, что индустрия моды отворачивается от Fat Acceptance и Body Positive, но тут правильнее будет сказать, что как раз по-моему лучшие части из этого они там остаются, потому что например вы, если заходили на Asos, Asos, как в России это называют, Asos, вы видели там вот таких моделей, например, и согласитесь, этому чуваку не то, чтобы дохера куда есть худеть, то есть не то, что у него какое-то ужасающее ожирение, у него просто такая комплекция и вряд ли он сильно изменится и теперь у него будет возможность нормально подобрать себе одежду. Я пока копался в этой теме, видел кучу видосов вот именно прям спортивных женщин, которые говорят, что до них бодипозитив дойдет непонятно, когда они вообще очень редко заказывают одежду в интернете, которая вот каким-то образом должна подчеркивать их фигуру, потому что им вот все не подходит. и вот эта вот вменяемая часть, она в индустрии одежды и моды она остается, а как раз вот часть, которая ведет буквально к как бы уходу из этого мира, она почему-то, непонятно почему, исчезает. И так же и само движение Fat Acceptance теряет своих адептов, при том тоже это не шутка про то, что они уходят из жизни, а про то, что из-за этих событий и того, что в принципе люди становятся старше, и они уже не с ожирением в свои 20, когда как будто похуй, а когда у них реально начинают вылезать все более и более серьезные болячки. Вот, например, одна из пионерш этого движения записывает видос про то, что молодые девочки, не дайте себя наебать этому движению и то, что вы такие классные активистки, ваши 20, ваши 30, вам может очень серьезно аукнуться, поэтому всегда следите за своим здоровьем. Я не говорю, что каждый толстый человек нездоров, доброе утро, я тоже толстая. Я не говорю, что вам стоит ненавидеть толстых людей, это прямая противоположность тому, что я говорю. Но давайте по-честному, здоровье реально, отказ органов реален, диабет, проблемы с сердцем, это все реально, окей? Беспокоиться о вашем здоровье, это не фэтфобия. И если никто не собирается вам это говорить, дайте мне сказать вам правду. Любите себя в любом размере, носите одежду, которая вам нравится, но не забывайте, что ваше сердце должно биться, подруги. И такого становится все больше и больше. Те же обзорщики, которые обозревают фэтэксептанс видосы, теперь чаще всего обозревают как представители фэтэксептанса. Злятся на тех, кто покинул движение и теперь его говнит, что мол, как вы смеете брать и вот то, что принесло вам подписчиков, то, что вы толстые и свободные, и теперь вы начинаете говорить про диеты, как мол у вас на это совести хватает. Ну и как бы да, несложно увидеть, где здесь лицемерие, но при этом все мы понимаем, как люди приходят к такому выводу. Вот сходили один раз к не бодипозитивному врачу и как-то начало перестраиваться мировоззрение. Но также, чуваки, я думаю, несложно понять тех, кто на них говнится, потому что это, опять же, это очень зависимые люди, которые очень не хотят знать, сколько они весят и какие на самом деле проблемы им это несет. Они закрываются от этой информации. Вот то же самое, что есть наклейки на сигаретах про то, что они вызывают и продаются на кассах наклейки на наклейки на этих сигаретах, чтобы люди могли спрятаться от ужасной реальности. Так что да, судя по всему, мода на бодипозитив прошла. Опять же, хорошо, что не на весь вообще, а на конкретно самый шизовый. Но у меня для вас есть еще кое-что. В Телеграме у меня есть охерительный канал Опять Сейн, где я рассказываю всякие штуки из своей жизни. Вот, например, недавно я ездил в место, где снимался сериал Офис, гонял на бейсбол и куча всего еще там интересного. Мой Инстаграм это настолько эстетическая платформа, что у вас может что-то от тела отвалиться просто от ахуя, насколько там все круто. Также у меня есть закрытый Телеграм-чат, в котором я лично общаюсь со своей аудиторией и мы там обкашливаем любые вопросики. Хотите что угодно у меня спросить, залетайте в этот Телеграм-чат, будем с вами постоянно болтать, общаться, называется фокус-группа Сейна. А на этом все, спасибо, что досмотрел, ты знаешь, где кнопка подписки. А!